Таджикистан. Генпрокурор требует вернуть смертную казнь. Мечеть в Худжанди превратится в кинотеатр. Рахмон открывает пути для легализации доходов, полученных от продажи ресурсов страны. Генеральный прокурор Таджикистана Юсуф Рахмон выступил за отмену моратория на смертную казнь на фоне массовых арестов по всей стране по подозрению в членстве в исламском движении «Братья-мусульмане». Об этом генпрокурор заявил на встрече с журналистами 28 января в Душанбе, пишет информационное агентство «Авеста». «Я остаюсь при своем мнении. Этот вопрос поднял много шума. Вопрос об отмене моратория на смертную казнь. Только по обвинению в терроризме в 2019 году к уголовной ответственности были привлечены более 100 человек из числа лиц, отбывающих сроки лишения свободы. Неисправимы они. Мы привлекаем их повторно. К сроку, который они отбывают, мы можем добавить максимум 2-3 года. Они вновь совершают преступление», — рассказал Юсуф Рахмон. «Напомним, что Юсуф Рахмон еще в 2016 году предлагал расширить применение смертной казни в отношении ряда осужденных, в том числе в отношении революционеров. В стране с июня 2004 года действуют моратории на смертную казнь. Осужденному на высшую меру заменяют наказание в виде лишения свободы сроком от 25 лет вплоть до пожизненного заключения». Аналитики отмечают, что возврат к применению смертной казни рассматривается режимом в качестве орудия устрашения независимых религиозных и политических активистов. Начальник управления культуры Сагдийской области Бахтийор Касимов 27 января на пресс-конференции сообщил, что одно из зданий бывшей мечети Нури Ислом в городе Худжанд будет превращено в кинотеатр. Об этом пишет новостной портал Ахбор. «Ожидается, что новый малый кинотеатр с 80 местами начнет работу в марте 2020 года. Кроме показов фильмов, тут организуют и клуб любителей кино. Люди после просмотра фильмов смогут дискутировать о них. В Европе есть такая практика, и она очень важна для развития отрасли», – подчеркнул Бахтийор Касимов. Мечеть Нури Ислом была построена в 1991 году на деньги прихожан и считалась второй самой крупной мечетью в Худжанде. Власти Таджикистана за последние годы закрыли более 2000 мечетей, которые, сменив профиль своей деятельности, были превращены в швейные цеха, медпункты, библиотеки, аптеки, чайханы и другие социальные объекты. А в Исфаре, в здании бывшей мечети, организовали даже зал для игры на стольный теннис. Верхняя палата парламента Таджикистана 24 января утвердила поправки в закон о приватизации государственной собственности. Из статьи 9 закона, в которой перечислены объекты в республике, не подлежащие приватизации, исключены Арагунская ГЭС и таджикская алюминиевая компания Талка. Об этом пишет информационное агентство Фергана. Согласно принятому закону, крупнейшие промышленные объекты страны, в том числе Арагунская ГЭС, на строительство которой в принудительном порядке собирали деньги со всех жителей Таджикистана, а также алюминиевая компания Талка, отныне могут быть приватизированы. Следует отметить, что за эти годы в мировой алюминиевой промышленности... Напомним, что предприятие Талка неоднократно оказывалось в центре коррупционных скандалов. Так, в частности, международная некоммерческая организация Wikileaks опубликовала документы, доказывающие, что все полученные доходы от алюминиевой компании поступали на личные банковские счета семьи президента Рахмона. Продолжение следует...